Когда я сделал прошлое видео с разоблачением всей той ерунды, которую Арчо Моррис наговорил про грудные мышцы, многие писали в комментариях, что, конечно, я взял старый ролик, когда Арчо ничего не знал и все такое, он изменился. Окей, ребятки, ролик собрал неплохо как просмотров, поэтому мы сейчас сделаем еще один разбор видео, популярного видео с канала Арчо Морриса, на котором уже почти полтора миллиона просмотров, и которое более свежее, чем тот ролик про грудные. Этот ролик называется «Почему у вас не растут потягивания?» Какой мой максимум за один подход? Окей, давайте посмотрим, помогут ли советы Арчо Морриса увеличить количество подтягиваний. Всем привет, друзья! В этом ролике вы узнаете, как научиться больше подтягиваться, почему люди не могут много подтягиваться, от чего это зависит. И также вы увидите, как мы подтянемся на максимум в одном подходе, какие у нас показатели. Давайте начнем. Итак, друзья, давайте начнем с того, что делает ваше подтягивание качественнее, лучше, больше и мощнее. Это, естественно, бицепс, руки, потому что вы тянете, естественно, руками, плечи и спина, широчайшие мышцы. Что за чушь ты несешь сейчас, Арчо? Первое – это широчайшие мышцы, которые отвечают за приведение плеча к центральной линии тела. Именно с них начинается движение. Это самая большая мышечная группа, которая участвует в подтягивании. Именно за счет силы спины люди и подтягиваются. Бицепс, хотя и работает немножко по всей амплитуде движения, но основную работу он будет выполнять, когда плечо уже приведено, когда вы уже висите вот в этом положении, когда руки в районе 90 градусов согнуты в локтях. И вот тогда бицепс действительно начинает работать больше, потому что начинает осуществляться сгибание в локтевом суставе. Собственно, это и есть функция бицепса – сгибание в локтевом. На всей остальной амплитуде он будет пытаться согнуть в локтевом суставе руку, но из-за того, что он не может это сделать, он просто будет немного участвовать. Основное движение, как я уже сказал, происходит за счет приведения плеча, и это широчайший. То есть главную работу в подтягиваниях выполняют широчайшие ваши спина, затем ей ассистируют бицепсы, и только в самом конце, буквально капелюшечку, вот-вот, на донышке. На донышке, я же сказала, на донышке. Им помогают плечи. Я не знаю, что будет дальше в этом ролике с таким подходом, но налицо полное непонимание того, как устроена биомеханика этого упражнения. То есть, ну вообще, многие мышцы задействуются в спине, но большинство, естественно, идет нагрузки на широчайшие мышцы, потому что это самая большая мышца на спине. Значит, смотрите, как я и говорил ранее, в ранних роликах, что крепления мышц бывают разные. Например, смотрите, у меня бицепс-крепление прямо вот тут, прямо на скрещивании, да, идет. Покажи свое. У Данила, видите, можно вставить два пальца еще вот сюда в бицепс. Поближе немножко подойди и в камеру покажи. Вот. То есть, смотрите, насколько разные крепления. У меня тут не пролазит даже один палец. У него можно как бы вставить два пальца вот так, и они будут спокойно лежать. Дальше. Первое – это бицепс, естественно. Второе – это плечи, потому что плечи тоже работают. Раз уж он затронул тему крепления мышц, хотя на самом деле у них не такая большая разница. Тут еще сыграло роль то, что у Арчо действительно большие банки и большое предплечье, и, соответственно, расстояние между ними становится меньше. Но да, 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 точки крепления мышц, естественно, влияют, потому что как устроен человек? У вас есть кости, скелетные кости, которые, собственно, осуществляют все движения. К ним мышцы крепятся с помощью сухожилий. И при этом сокращаться и, соответственно, создавать усилия могут только мышцы за счет своего сокращения. Соответственно, если у вас... А сухожилие играет роль такого передаточного соединяющего элемента между мышцей и костью. Если у вас крепление мышц практически идет к костям с очень короткими сухожилиями, то, естественно, вы сможете развить больше усилия, потому что мышцы будут сокращаться по всей своей длине. Если же у вас коротенькие мышцы и длинные сухожилия, то у вас возникает вот за счет длинных сухожилий лишний рычаг, который только отвечает за передачу усилия, но при этом сам не может сокращаться, не может генерировать от самой усилия. И в школьного курса физики вы, естественно... Естественно, вы же хорошо учили физику в школе. Вы, естественно, помните, чем длиннее рычаг, тем, соответственно, больше потребуется применить силы. В этом плане, да, действительно, если вам повезло с генетикой, с точками крепления мышц, вам будет проще научиться подтягиваний, проще делать больше подтягиваний, просто за счет того, что у вас мышцы так устроены. К сожалению, это факт. Влияет ли это на то, что вы научитесь подтягиваться 10, 20, 30 раз? Нет, это не влияет. Это может влиять где-нибудь на уровне Максима Трухановца за область, что он для нас всех, когда вы подтягиваете по 50 раз ставите рекорды Гиннесса. Вот, там может влиять. На уровне обычной физкультуры, обычных тренировок для себя, для приведения себя в форму, это вообще никак не влияет. Вот и вот в этом движении, да, то есть, если у вас плечи хорошие, то вы будете хорошо, в принципе, тянуть подтягивания. Подтягивания, еще раз, это в первую очередь спина, во вторую очередь бицепс. Плечи играют там настолько маленькую роль, что даже если у вас их вообще не будет, я имею в виду мышц плечевых, вы все равно сможете подтягиваться. Идеально развиты, чтобы вы делали максимально большое количество подтягиваний. Следующее, самое важное, наверное, это спина. Потому что спина это самая крупная мышца, и очень много тоже зависит от крепления спины. То есть, широчайшая мышца, да, она может крепиться прямо вот здесь. То есть, у меня, смотрите, у меня широчайшая мышца, покажите, где крепится, я не верю, там. Вот тут. То есть, крепится широчайшая мышца посередине, да, вот тут где-то, вот здесь. Вот, то есть, у меня довольно высоко она крепится. Если мы напрягемся, Данил, напрягись, вот таким образом, поближе подойди к камере. То есть, получается, да, у меня видно, что она заканчивается вот здесь. У Данила она заканчивается прямо вот здесь. То есть, у него почти к оптику подходит широчайшая мышца, а у меня где-то посередине она заканчивается. Это очень сильно влияет. Почему? Потому что, чем больше мышца, тем она больше как бы тянет, да. Можно и с весом больше подтягиваться. Если развить выносливость, то будете больше подтягиваться со своим весом. То есть, очень много влияет, вот, естественно, крепление мышц. Потому что, чем больше мышца, тем она более такая мощная, крепкая. Ну, это логично, да. Кто за мощная, крепкая? Уважаю эти дворовые видосы, которые придумывают сами какие-то термины, потому что не знают, как что называется. Если, как я уже сказал, у мышцы хорошие крепления, то это позволяет ей сокращаться по всей своей длине и уменьшает длину вот этого вот бесполезного рычага, к которому относятся сухожилия. Вот и все. Это простая физика. Не нужна как крепкая мышца. Ой, да, тем, у кого повезло, скрепление мышц, тем повезло. Помимо того, что эстетически это выглядит лучше, и не всем дано генетически родиться красавцами, это еще и облегчит процесс тренировок. Облегчит в какой-то мере. Но по сравнению с упорством, с регулярностью тренировок, с прогрессией нагрузок, это не играет значительной роли. Опять же, на уровне дворового спорта, дворовой физкультуры до 30-40 подтягиваний можете вообще не запариваться на эту тему. Потому что помимо крепления еще есть другие факторы. Есть соотношение быстрых и мышечных волокон, количество митохондрий и много других сложных вещей, которые будут влиять на то, насколько успешно вы будете прогрессировать. Но они все на любительском уровне меркнут по сравнению с регулярными тренировками. Ну, она, естественно, будет больше забиваться, потому что большие мышцы всегда больше забиваются. Если сравнить там качка какого-нибудь огромного, который будет драться там, не знаю, на ринге, и какой-нибудь дрыщ, естественно, дрыщ продержится больше, потому что у него мышцы не такие будут забитые, как у огромного качка. Вот, собственно, два вот таких... Здесь Арчо путает два момента. Он путает размеры мышцы, объемы мышцы и точки крепления. Точки крепления не будут влиять на забитость. Объем он будет влиять, но он будет влиять тоже, скорее всего, это будет связано не с тем, что человек большой, а с тем, как он тренируется. Качки не тренируются на выносливость. И поэтому у них недостаточно хорошо развиты митохондрии. У них не очень хорошо развит, допустим, аэробный источник энергообеспечения в организме. Они поэтому будут уставать, а не потому, что они такие большие. Зачем он вообще это сюда приплел, я не знаю. Даже три таких очень важных условия для подтягивания. Это плечи, бицепс и спина. Если у вас хорошее крепление, хорошая генетика, то вы будете отлично подтягиваться. У вас будут силовые хорошие в подтягиваниях. И также выносливость, если вы будете, смотря в какой... в каком направлении работать. Сейчас мы проверим у остальных членов наших, нашей банды, у кого какие крепления. И пойдем подтягиваться, посмотрим, кто больше подтянет. Ваши результаты, еще раз, зависят не от того, где у вас крепятся мышцы, а от того, как вы тренируетесь. Если взять двух людей, один будет тренироваться тяп-ляп, то даже если у него прекрасная генетика, он не будет получать тех результатов на долгосрочной перспективе, которые будет получать человек с не такой крутой генетикой, но который действительно выкладывается на тренировках, регулярно ходит заниматься и обеспечивает себе прогрессию нагрузок. Вот и все. Визуально, да, я приводил кучу таких примеров с тем же Максимом Трохнацовым и, допустим, Игорем Войтенко. Если генетика не дала красивое крепление мышц, то как бы ты ни трудился, тебе не стать красавцем. Но чем более объемные мышцы, тем лучше они будут смотреться. И это факт. А объем мышц прямо пропорционален их силе, поэтому чем вы сильнее будете становиться, тем больше будут ваши мышцы. Так что тренируйтесь, получайте результаты, не запаривайтесь на тему крепления мышц. Значит, смотрим теперь у Андреев. Андрюха, напрягай. У Андрея где-то вот здесь заканчивается. Повернись, да, там. У Андрюхи заканчивается... Напрягись. Широчайше вот здесь заканчивается. Вот внизу тоже довольно низкий. По сравнению со мной, у него довольно низкий широчайший. Следующий, Андрей, иди сюда. У Андрюхи тоже вот здесь заканчивается, но у него немножко повыше, то есть у него немножко поменьше широчайше, чем у другого Андрея. И передом повернись. То есть спереди мы видим, да, что у него такие же короткие, как у меня. То есть смотрите, можно увидеть, да, что у него заканчивается вот здесь. А у Даниила и у Андрея прям вот здесь, прям на талии практически. Это очень сильно влияет, но еще от стажа тренировок, конечно, влияет, от подготовленности и так далее. Много факторов, но сейчас вы увидите, кто больше подтянется. Ну что, друзья, первым начинает Андрей. И у меня есть сейчас подозрение, что больше всех подтянется именно Арчо Моррис, у которого, судя по предыдущим картинкам, хуже всего с генетикой именно спины. Но это не помешает ему потянуться больше всех, потому что, как я уже сказал, тренировки дают результат. Дождь. Я надел капюшончик от своей новой зимней толстовочки Street Workout, которая специально была разработана для того, чтобы защищать меня от холода, дождя и ветра за счет... Смотрите, какой здесь классный капюшончик двойной. Поэтому мне в нем комфортно. Они есть, кстати, в нескольких цветах. Пока еще есть все размеры, рекомендую зайти на сайт нашего спонсора WorkoutShop.ru и приобрести себе одежду для тренировок или какой-нибудь спортивный инвентарь. А мне звонят на телефон, надо ответить. Ладно, смотрим дальше, что там у Арчо Морриса, как они подтягиваются. И желательно, да? То есть разгибаешь руки практически на полную, можно маленький градус оставлять, чтобы локти не выдирать. И подтягиваешься до подбородка. Это обязательное условие, да? Чтобы у всех честно все было. Полетели. Продолжение следует... Ну, подтягиваниями я это не назову. 20 дрыганий. Он не до конца распрямлял руки, он дергал подбородком вперед, чтобы закинуть его над перекладиной. Он активно помогал себе ногами. Это чуть ли был не киппинг у него, особенно где-то после первых 8 повторений. Затем он начал вообще себе ногами надрыгивать наверх. Поэтому зачем? Зачем так делать? Неудивительно, что у него спина не так активно растет, потому что спина у него как раз особо и не работала. Работали другие мышцы. Лучше было бы сделать 10 подтягиваний, но 10 подтягиваний с хорошей техникой, когда нагрузка идет действительно на мышцы спины, на мышцы рук, при этом также напряжен пресс, ноги не болтаются, не дергаются никуда, и тогда был бы результат. Большая ошибка многих, особенно новичков, они очень сильно загоняются по поводу цифр. Они хотят подтягиваться 10, 15, 20 раз, и при этом не смотрят на качество этих подтягиваний. В этом нет никакого смысла. Если вы приходите на площадку, чтобы тренировать мышцы, тренировать силы, тренировать выносливость, а не просто качать свое ЧСВ, то и делать нужно каждое упражнение качественно. Каждое повторение нужно делать максимально тяжело, насколько вы можете делать, в той технике, которая для вас будет максимально тяжелой. Тогда вы будете получать максимальную отдачу от каждого повторения. Нет никакого смысла делать вот таких вот 20 подтягиваний, несколько подходов по таких 20. Там можно сделать гораздо более качественные, там 5 по 10, и результаты вы получите лучше. И подтягиваться потом в плохой технике, если вдруг вы захотите, вы сможете больше Это плохой пример, это не подтягивание Кстати, уже половина ролика прошла Я напоминаю, что ролик называется «Почему у вас не растут подтягивания?» Но Арчо пока про это ничего не рассказал Точки крепления не являются обоснованием причины, почему у вас не растут подтягивания Давайте я следующий Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Комар прилип Ох, 32 Тянул на максимум, о, мои руки Эти подтягивания уже лучше были Тягил, сокращая мышцы спины, но и зачем-то каждый раз себе тянул подбородком Для того, чтобы, видимо, заработать себе шейный остеохондроз Потому что ничего хорошего, то, что вы вот так вот будете делать Не произойдет Кроме того, что это не дает вообще никакой нагрузки на ваши мышцы И вы просто тешите свое ЧСВ, что вы действительно смогли потянуться подбородок над турником Я не знаю, зачем в школах учат именно такому способу подтягиваться Но на самом деле вы подтягиваетесь в верхней точке Насколько вот вы смогли сократить свои мышцы и потянуть себя наверх Настолько смогли По мере тренированности, по мере того, как у вас будет становиться больше сил, больше выносливости Вы сможете подтягивать себя выше большее количество раз И подбородок будет сам оказываться над турником, когда вы руки и все мышцы сократили Но специально дотягивать его туда нет никакого смысла А кроме того, это может привести к травму Поэтому я не рекомендую так делать В конце, в конце пошла вообще жесть Вы видели, он начал уже прям скруглять тело Вот такое уже начали, вот такие вот уже сгорбленные подтягивания По максимуму он старался включить плечи, переднюю дельту Для того, чтобы ассистировать себе в процессе подтягивания При этом, естественно, это движение и это положение тела Оно абсолютно противоположно тому, какое должно быть Для того, чтобы работали мышцы спины Я напоминаю, что нужно, наоборот, грудь выводить вперед и лопатки сводить А он вот так вот делал, вместо вот такого положения Вот такое вот Как будто злодей какой-то на компьютере что-то решил написать на турнике И, естественно, это тоже сказывается на том, какая у него спина Если генетически с грудью и руками ему повезло А со спиной не так сильно повезло То такими тренировками он не сможет это исправить Если он так подтягивается, то да, можно говорить, я подтягиваюсь 30 раз Но вот толку от этих 30 раз не так много Именно потому, что он так подтягивается Он не дает полноценную нагрузку на свои мышцы спины И можно, конечно, с такими подтягиваниями начинать добавлять вес и будет больше нагрузка То здесь также сильно увеличивается риск получения травмы Потому что техника не самая безопасная, не самая эффективная И на его месте, вместо того, чтобы увеличивать количество повторений Тешить свои ЧСВ, увеличивать, вешать для себя дополнительный вес Я бы сначала разобрался с тем, как он делает подтягивания Сначала бы довел до двадцатки хороших, качественных подтягиваний спиной А потом уже думал, что делать дальше Смотрим 32, кто следующий, Данек? С грязными? Да они все были грязными Самая тяжелая часть подтягиваний И когда у вас максимально распрямлены руки, потому что мышцы максимально растянуты И, соответственно, требуется наибольшее усилие для того, чтобы их сократить Если не распрямлять руки до конца, то подтягиваться будет намного проще А вначале, когда он еще и ногами себе помогал, то он просто взлетал высоко над турником И таким образом на... Ну, это, конечно, не киппинг, потому что здесь не было полноценной техники Но движение было в сторону киппинга Именно поэтому он так высоко взлетал Потому что движение шло с ног и не в полное распрямление рук А когда он начал еще тянуть шею, при том, что сам находится над... Под... Когда сам находился под перекладиной и пытался подбородком что-то сделать Это отдельно заслуживает порицания Потому что ладно, когда ты близко с перекладиной Хотя не надо так делать, но там понятно, зачем ты тянешь подбородок Наверное, кому-то Мне непонятно, зачем так делать, мышцы от этого не качаются Но когда ты сильно внизу на расстоянии головы и ты тянешь... Ох... Зачем? Зачем? Кто вдалбливает людям в голову, что подбородок должен быть над турником? Школы, школы, уроки физкультуры в школах Это отдельная отвратительная вещь по качеству Заставляющая меня время от времени плакать, когда я вижу видео с тем, что там происходит С тем, как школьники тренируются Что это на самом деле пустая трата времени Толку с них никакого нет Я уверен, что если мы придем в школу какую-нибудь и поговорим с учениками, со школьниками Спросим, понимают ли они вообще, что они делают, зачем они делают и как То никто нам не сможет ничего объяснить Просто потому что они не понимают Все чего-то делают, но никто не думает А думать надо Ладно, это был третий пацан с ужасными подтягиваниями Да, остался еще один, давайте посмотрим И прокомментируем тоже его технику Но я напоминаю, что мы уже посмотрели 7,5 минут из 9-минутного ролика И ответа, почему у вас не растут подтягивания, мы до сих пор не услышали Во время того, как Даня подтягивался, никто не считал его подтягивания Мы сейчас на камере посчитали 19 чистых получилось Чистых? Арчо, для тебя есть работа в избирательных комиссиях С таким отношением к подсчету В избирательных комиссиях тебя прям с руками и ногами оторвут Если ты вот так вот считаешь Чистые Там вот недолеты были штук, наверное, 4-5 Поэтому 19 чистых Продолжаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, у Андрея... Первые 10 подтягиваний Андрея Это, наверное, лучшие подтягивания, которые сегодня были Если бы он еще руки полностью распрямлял, то был бы вообще красавчиком Никаких вопросов к нему бы не было Почему он делал так быстро? Для тех, кто хочет увеличить свое количество подтягиваний, объясняю У вас есть всего секунд, пока у вас есть в мышцах запас гликогена и запас креатинфосфата Это анаэробные источники энергии, которые не требуют работы митохондрии, не требуют выносливости Но их запас крайне ограничен Соответственно, чем больше вы успеете сделать повторений, пока у вас есть запасы этих веществ в мышцах Тем дальше вам потом легче будет добирать на выносливость Именно поэтому он так быстро сделал 10, а после 10 его как отрубило И это, кстати, хорошая техника, хотя я бы рекомендовал все-таки работать так же и над качеством Это хороший подход, если вы хотите потянуться много раз На канале у меня есть несколько роликов, в которых я объясняю, как можно увеличить количество повторений, выполняемых именно за счет запасов креатинфосфата За счет запасов гликогена в мышцах, пока он там есть Можете посмотреть, это поможет увеличить вот эту вот взрывную составляющую Дальше уже этот источник питания заканчивается Надо переходить на аэробный гликолиз И дальше требуются митохондрии в мышцах Про митохондрии миофибрилы я помню, что я обещал ролик И про их тренировки обещал ролик Я все и сделаю, обязательно, все будет, я сейчас начал снимать, видите ролик Дальше, конечно же, у него начала портиться техника И, соответственно, стало все немножко хуже И в конце он начал вообще делать глупые вещи с изменением ширины хвата В плане того, что он начал ее сокращать Надо было, наоборот, ее увеличивать Потому что чем шире вы беретесь за турник, тем, соответственно, меньше у вас амплитуда На которую нужно вас шатело поднять Если вы беретесь близко, то, во-первых, вы увеличиваете амплитуду А, во-вторых, вы увеличиваете нагрузку на малые мышечные группы Такие как бицепсы и предплечье Потому что вам приходится уже подтягиваться перед собой И это становится гораздо тяжелее Особенно, когда вы устали Если только вы не пытаетесь делать подтягивания какие-нибудь типа трамвайчика Когда вы именно за счет бицепса пытаетесь подтянуться Поэтому, наоборот, если бы он расширил свой хват И сместил бы акцент еще больше на спину То ему подтянуться было бы попроще Он бы смог, может быть, сделать одно-два дополнительные повторения А, может быть, он травмировал бы свой плечевой сустав Потому что он находится в более травмоопасном положении Когда хват становится шире Ну, кто знает, кто знает Тут мы же не ванги, никто не знает Но, тем не менее, вот первые 10 Наверное, больше всего мне понравились Вот у Арчо первые 10 хороши были Хороши, но это Арчо И у этого парня первые 10 прям тоже хороши Там только вот по амплитуде были вопросы Но, отмечаю, что уже почти 9 минут Мы так и не узнали ответа на вопрос Почему у нас не растут подтягивания Ну, собственно, здесь осталось-то минутку досмотреть Давайте сделаем это Получилось Чистых Вот такие вот результаты получились Так что давайте это будет челленджем Вы тоже делайте на максимум Пишите в комментариях Либо снимайте видео И я тоже посмотрю ваше видео Которое вы сделаете, да, на максимум В одном подходе И поставлю лайк вам Спасибо за внимание, ребят Подписывайтесь на канал Ставьте лайк этому видео Увидимся в следующем выпуске Пока И это все И это все, что было в ролике на полтора миллиона просмотров То есть, ролик называется Почему у вас не растут подтягивания Но в нем Арчо вообще не объясняет Почему у вас не растут подтягивания И вот это у полтора миллиона просмотров А у какого-нибудь полезного ролика У того же Дмитрия Головинского на канале Даже близко нет столько просмотров Хотя там действительно полезная информация Ох уж этот Ютуб Это одна из причин, на самом деле Почему я тоже начал делать эти разборы Потому что я смотрю на всю ту ерунду Которую сейчас вещают на Ютубе популярные блогеры Фитнес-тематики И понимать, что в ней нет содержания В ней нет смысла В ней нет пользы для людей Для новичков Которые смотрят на этих накачанных ребят И хотят быть такими же Они смотрят, но просто теряют свое время впустую Но поэтому я решил Хватит Надо с этим что-то делать Надо бороться с невежеством Надо бороться с необразованностью Надо создавать действительно полезный материал Кстати, пользуясь случаем Хочу сказать большое спасибо всем тем Кто поддерживает наш канал на сайте Бусти У нас уже 20 спонсоров И мы собираем порядка 7 тысяч рублей в месяц Что позволяет мне отдавать 2-3 ролика На сторону на монтаж И больше времени уделять непосредственно разборам Анализу Поиску новых тем для видео И так далее Спасибо всем, кто нас поддерживает Благодаря вам Мы движемся постепенно к нашей цели По созданию независимого научно-исследовательского института Потому что разборы Это только первая часть Дальше я планирую начать создавать новый контент На основе исследований То есть если сейчас я просто анализирую то, что говорят другие То затем я хочу перейти к анализу непосредственно источников Брать какую-нибудь тему Брать по ней научные исследования Статьи, данные Формировать из этого материал И давать его вам Ну а затем уже дальше двигаться в сторону Проведения, может быть, собственных исследований Собственных каких-то Изысканий на интересующие нас темы И тогда мы точно сможем узнать Как наиболее эффективно и безопасно для здоровья тренироваться Потому что если мы этим не будем заниматься То я не знаю, будет ли вообще кто-либо что-либо делать в этой теме Потому что все слишком заинтересованы на своем личном заработке обогащений К сожалению Я лично придерживаюсь точки зрения, что знания это не товар Знания должны распространяться бесплатно Открыто быть доступными для всех И это является невероятно важным с точки зрения Дальнейшего развития человечества Как именно вида Это очень важно для его дальнейшего существования И прогресса Поэтому, собственно, моя образовательная программа Сотка Она абсолютно бесплатна Всегда была и всегда будет Несмотря на тот огромный труд, который был в нее вложен Я за нее денег брать не буду Дальше что? Собственно, ролик не ответил на вопрос, который он ставил У меня на канале есть видео про подтягивания Есть отдельный целый плейлист про подтягивания Где я неоднократно объясняю, почему у вас не растут подтягивания Очень простая причина У вас недостаточно сил Либо недостаточно выносливости Соответственно, у вас недостаточно миофибрил Или недостаточно митохондрий Как их тренировать, это отдельный вопрос-запрос У меня есть список из 37 возможных способов увеличения количества подтягиваний В описании к ролику я размещу на него ссылку Просто берите любой, который соответствует вашему текущему уровню подготовки И работайте с ним Ничего сложного в том, чтобы научиться больше подтягиваться, нет Любой человек, любой здоровый человек может потянуться спокойно 5-10 раз В этом нет ничего необычного Надо просто знать, что делать И дальше это, собственно говоря, делать На этом все на сегодня С вами был Антон, канал Street Workout Увидимся в следующих роликах Если у вас есть предложения для новых видео То обязательно пишите в комментариях Если есть кого разобрать, то пишите Все посмотрим и всех разберем Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok